Алия Тихова – человек небывалой силы духа. Эта жизнерадостная, стойкая и трудолюбивая женщина больше 40 лет зарабатывала себе на жизнь честным и совсем не женским трудом. Была штукатуром-маляром. Устроилась, уволилась, устроилась и ушла на пенсию. Все. И мой послужной список очень много благодарности. Я на работе была, считайте, что на первом счету. Сейчас Алия Тихова на заслуженной пенсии. Ей 71 год, и она живет с дочерью Ириной. В прошлом году с ней случилось несчастье. Она лишилась ноги. У меня вообще сахарный диабет. Из-за сахарного диабета у меня два пальчика почернело, и сказали, что гангрен на ноги. И отрезали ноги. Это несчастье не сломило стойкости духа Алии. Ей хочется продолжать радоваться жизни. Однако уже около года из-за отсутствия кресла-коляски она прикована к кровати. Сидела год, ну второй год, вот в этом кресле и вот в этой кровати. Все то, что я могла сделать. Ну до кухни дойти, ну до туалета, все. По закону людям с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут передвигаться, самостоятельно положены бесплатные кресла-коляски. Обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации занимается Фонд социального страхования. Однако на проведение тендерных процедур по закупке оборудования уходит достаточно большое количество времени. Заключаем государственные контракты, проводим тендерные процедуры, описываем в техническом задании. В данном случае у нас просто базовые кресла-коляски. Соответственно, кто к нам выходит на тендерные процедуры, предлагают наименьшую стоимость, они являются победителями. Но, соответственно, у нас идет контроль качества обязательно о том, чтобы все кресла-коляски, поставляемые инвалидам Московской области, соответствовали госстандартам установленного образца. После того, как проходит приемка, вот, значит, кресла-колясок, они начинают выдаваться инвалидам по всем филиалам Московской области. Сидение в четырех стенах очень изматывало Лию. Вместе с ней мучилась и ее дочь Ирина. Говорит, и на руках бы носила любимую маму, если бы хватало сил. Тогда Алия решила обратиться к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. На момент поступления сигнала у нас уже был заключен контракт по поставке кресла-коляскам для обеспечения инвалидов в 2017 году. Соответственно, у нас получилось среагировать достаточно быстро и оперативно. В кратчайшие сроки были предприняты все действия для выполнения просьбы Алии. Мы проделали огромный фронт работы. Во-первых, мы продлили инвалидность. Документы, которые подтверждают наличие у больного инвалидности, их нужно подтверждать в течение каждого года. Мы приехали туда в 8 часов утра и достаточно быстро пошли в медицинскую комиссию, освидетельствованы, получили необходимые документы и отправились в пенсионный фонд. В пенсионном фонде нам помогли оформить справку на продление получения прибавок к пенсии именно инвалидной. После этого мы отправились с этим пакетом документов ФСС Одинцовского района. Здесь нам оформили еще пакет документов, который позволил нам выписать два кресла. Теперь пенсионерка чувствует себя намного счастливее. Я хоть почувствовала себя человеком, и теперь я смогу выйти на улицу, поговорить с бабульками, подплетничать. В нашем возрасте, а что еще делать? Большое спасибо. Также в ближайшее время для Алии изготовят индивидуальные протезы. Один будет такой спортивным, ознакомительный. То есть с этим протезом пациентка будет какое-то время, полгода ходить, она будет привыкать с ним передвигаться по квартире, на улице. А потом уже через полгода, после того, как адаптируется нога, она сама психологически привыкнет к нему, ей будет изготовлен новый протез, уже стационарный, с гнущимися коленками, более такой динамичный, с которым можно ходить, работать. Она даже мечтает заниматься на огороде какими-то огородными своими делами. Кроме этого, Алие предложили пройти индивидуальный курс лечения в ближайшем санатории. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.